Воровать так миллион. На скамье подсудимых инспектора отделения профессиональной подготовки ГУФСИНа по Пермскому краю. Женщина отвечала за спортивную подготовку сотрудников. Офицеры регулярно делали взносы по 400 рублей на проведение физкультурных мероприятий. Но часть денег ушла, что называется, мимо кассы. Данное присвоение произошло в период с января 2015 года по январь 2017 года. Денежные средства пошли на совместный семейный отдых. Была сделана операция престарелой маме. Ну и оплатила задолженность по ипотечному кредиту. В свое оправдание подсудимая говорит, что собиралась положить похищенные деньги обратно в кассу, но якобы не успела. Ее коллеги так не считают. По их мнению, женщина надеялась, что все удастся скрыть. Для этого даже устроила пожар. Пожар, как потом выяснилось, возник именно в том кабинете, где стоял сейф с денежными средствами. Но данный пожар не вменяется, что совершила наша подсудимая. Просто вот имеет место быть. И мы можем только уже домысливать, что это было сделано с целью скрыть следы преступления. Женщине предъявили обвинение в хищении веренного ей чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере. Подсудимая утверждает, что присвоила лишь 500 тысяч рублей. А где остальные полмиллиона, ей неизвестно. Будем разбираться. Дело очень непростое, на мой взгляд. Поэтому даже не хочу ни в плане квалификации, ни в плане каких-то обстоятельств данного уголовного дела. То есть нужно, конечно, входить в процесс и работать. Подсудимая работала в системе ГУФСИН с 1995 года. В связи с этой историей ее уволили. Женщине грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Елена Иговцева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.